дорогие друзья мы продолжаем изучать перте вот вторая глава у нас вторая глава лишь на сегодня у нас какая 8 8 мишна продолжает восьмую мишну тоже или продолжает или и интересно как слышно никто не слышит а ты можешь включить посмотрите слышно или не слышно вообще потому что мне интересно как слышно как слышно как видно видно вроде неплохо а слышно как звук какой звук значит мы изучаем и звук я звук есть звук хороших да все отлично и так значит продолжаем или говорил давайте его восстановим что он говорил до этого чтобы была у нас последовательность начал он с того что не отделяйся от общества не отделяйся от общества не верю себя до дня своей смерти нет суди ближнего пока не пойдет попадешь на его место не говори вещи которые невозможно услышать надеюсь что в конце она будет услышана и не говори когда я освобожусь получусь может не освободишься дальше он сказал нам что бур не может бояться бур это не образованный такой не может бояться греха я марс такой пуча который верующий но не знаю не знаток торы он не может быть хасидом не может стыдливо учиться и не может когда пидан такой обучать не и не каждый кто много работает много торгует он станет умным знатоком тора станет знающим тору и вместе что нету людей постарайся быть человеком дальше он сказал дальше он увидел череп который плыву и сказал что за то что ты утопил это били тебя в конце утопившие тебя будут утоплены то есть все в этом мире возвращается передам говорит следующую вещь я очень люблю чтобы было видно целая картина тогда ты понимаешь точнее что сказано здесь он сказал так марбэ басар марбэ рима то чья который умножает мясо умножает гниение сейчас мы прочтем все и разберем умножающие имущества умножает до г до г беспокойство переживание беспокойство у дожащий женщин умножает колдовство да вот эти жечь на зная умножающие рабы умножает разврат разрад умножающий рабов умножает грабеж умножающий тупор умножает жизнь умножающие и шиву сидеть и учиться умножает как мог больше мудрости умножающий совет умножает понимание глубокое понимание сообразительность умножающий здаку благотворительность умножает мир к нашим дох приобрел имя добрая приобрел для себя каналу диврейтура приобрел диврейтура каналу хаилом оба приобрел жизнь в грядущем мире все два детей разбираться 1 1 что нам понятно марбе вассар марбарима здесь идет пирамида потребностей масло только сказано около 2000 лет назад вначале человек первое что он в жизни хочет вообще и от чего проще всего получать удовольствие это кушать вот ты кушаешь еду вот и еще кушаешь вот вкусная еда и как только появляются у человека возможности деньги первое что он начинает делать это начинает кушать более вкусную еду теперь чему это приводит если ты много кушаешь марбе баса у тебя умножается мясо к чему приводит умножение мяса гниеть начинает болеть у него внутри начинает много кушает много гниет внутри и когда он толстого хоронят потом он умножает будет что поесть значит он тратит если некоторые живут чтобы есть и получается что они живут для червяков в итоге хорошо теперь дальше человек уже наелся нажрался он уже пол толстый такой он думает ну хорошо уже больше есть не могу хватит уже хотя римляне находили вывод вы как они поели порыгали поели порыгали сразу чтобы был можно было больше кушать умные были римляне носить теперь следующий чем которого есть деньги он уже седой решил все свои вопросы он начинает покупать имущество начинают покупать имущество начинают вкладывать деньги покупают какие-то бизнесы покупают машины покупают квартиры все марведа ага беспокоиться человек так устроен что если у него что-то пропало что-то у украли что-то у него не работает то он он беспокоится у него есть внутри беспокойство пересеком многое имущество то у него как это называется у него его душа она раз она прикреплена большому количеству объектов это животная душа говорят что имущество это продолжение человека в этом мире и это мое и это мое это мое то есть я как бы я расползаюсь я время все время чтобы ничего не пропало ничего не сломалось ничего не потерялась и тогда это обратная сторона медаль но он рассказывает как обычно идет идет ход мысли человека дальше он думает ну все у меня имущество уже есть есть квартиры есть машины есть дома все он говорит теперь дальше что мы будем делать тут на него нападают женщины не было денег не было женщин появились деньги появились женщины появились женщины и счастливей это известная есть история как может ли женщина сделать мужа миллионером легко если он был для этого миллиардер то она абсолютно это легко можно сделать миллионером потому что женщина она всегда найдет куда потратить его деньги значит но по по торе как бы изначально по устройству человеческого общества мужчины у которых были деньги они могли они могли иметь несколько картажок например у арабов это было мусульман это вроде четыре жены ограничено у еврейского царя было ограничение 18 джон а у всех остальных не было ограничений никаких можно было есть деньги ты можешь иметь сколько тебе жён хочется столько ты имеешь и раньше это было выгодно для человека потому что защиты никакой особой не было да то есть все люди воевали нападали друг на друга из-за того что человек мог в жизни произвести очень мало ценности да то есть раньше как было раньше было только сельское хозяйство и ремесленнику там один вечер на руковал там но долгое время люди не могли быстро производить какие-то ценности единственный способ стать богатым был какой отобрать большинство людей торговать они особо не умели и даже если ты торгуешь ты меняешь предметы на золото это золото люди прятали это не было бумажных денег и те люди которые хотели разбогатеть у них был очень простой способ отобрать ценности один и другого и вот эти вот князья там эти они всех батаре мечи и давай собрал бригаду воевать за всех завоевал вокруг пошел дальше пошел дальше было прямо не пока грибы росли после дождя и все вот воины мозгов нету жить и как бы надо сегодня умирали они рано от болезни но думал или все равно сдохну какого-нибудь там воспаление 30 лет и да сейчас 20 до 30 уже поколбашусь по зарабатываю позабираю и значит теперь когда у тебя есть деньги есть сила то люди умножали же он берет себе этих жен и они начинают ему рожать детей естественно вот дети это его как армия они у него как много детей у него есть вероятность что они потом ему помогут решить его вопросы защита там и тогда армия и они поэтому очень много рожали детей теперь на эти все жены они ненавидели друг друга они друг друга ненавидели они начинали колдовать друг против друга они были такие все ну как хотели чтобы соперница сдохла с ее вместе детями потому что они ненавидели они хотели этого мужа чтобы он именно к ней пришел даже в торе мы встречаем споры между лея рахель кому пойдет муж ночевать яков у кого он будет сыновья это же они сыновья леи они например не очень хорошо относились сыновьям служанок до было какого 12 церкви 2 было жены рахеля и 2 было их служать до в общем поэтому нас предупредил или тот у кого много жены умножают колдовцу они ненавидят друг друга и начинают колдовать передать следующий этап марбеш в охот марбе зима если у этих жен у них должны были быть их обслуживающие жены они сразу начинают пытаться на мужа влияет я устала голова болит так далее там нет помощницу по дому он нанимает и раньше не занимали покупали рапы и эти рапы не они начинают заниматься развратом развратом схема решает заниматься развратом самим же этим их хозяином они пытаются его соблазни comprehensive образом и они естественно как они рабыни положения в принципе одно непонятно до вч then run motivo учиться заниматься удовольствие всем хочется получает они начинают заниматься развратом с кем попало теперь марка водит дальше на всем же кушать поэтому ему надо купить еще рабов что вы обрабатывали землю или нанять сотрудников компании открыть компании так далее то есть а вадим раньше это были рабы сейчас слова в это рабочие но рабочие сейчас может рабочие есть разные раньше это были рабы представьте ситуацию этого раба его купили за деньги завтра его продадут у него одна возможность это что-то украсть он не любит хозяина он ненавидит его имущество он сам является его имуществом в общем эти рабы были ознобленные и они естественно грабили они были грабителями которых приходилось время держать в страхе то есть ты все время как бы эти рабы они все время старались убежать и навредить жизнь тяжелая раньше была реально тяжелая но это же хозяева пробовать и гладиаторские бои устраивали да давай сейчас бросим этих рабов и львов на них напусти мы будем сидеть это древние древние греки считались просвещенными да или там римляне и гладиаторские бои 1 давай сейчас пройдем в театр пойдем сегодня посмотрим как они убивают друг друга и гладиаторы а как сейчас сегодня ты знаешь что пантеру привели новую вообще сейчас посмотрим сейчас пантера как его разорвет или то есть это были вообще животные они люди до марбет ура марбе хаим теперь обратный путь что нам предлагал или как это все путь материальный путь материального животного такого мира и он идет вот по таким составляющим теперь есть духовный путь есть будет другой марбет ура тот кто изучает тору он марбе хаим он умножает вечную жизнь здесь духовная жизнь которая а вообще написано что правильники и после смерти живые а злодеи и при жизни жизнь материальная материя на мертвое теперь значит кто начинает заниматься торой он изучает духовные миры как устроен духовный мир как с богом наладить отношения он в этот момент когда он изучает тору он умножает жизнь то есть он добавляет жизненности настоящей жизненности духовной жизни добавляет в в этот материальный мир марбе ешева марбе хахма значит но постигнуть тору как бы ее принять себя послужить недостаточно когда ты послушал ты просто умножил как бы попал под информационный поток ты сидишь этот поток сквозь тебя прошел ты в этот момент чуть-чуть оживился такой потом тора из тебя мимо прошла и ты смотришь какую-то там включайся в материальную историю и все то есть ты чуть-чуть умножил жизни но она ушла теперь и президент